Привет! Я вот в прошлый раз вам рассказывал про мажорный лад и про простой способ восприятия всех аккордов в нем. Теперь расскажу про минорный. На самом деле, практически то же самое, там будет только один аккорд разницы, но все-таки все равно считаю важным это снять, чтобы вам было все понятно и разложить все по полочкам. Значит, я рассказывал про до мажор, теперь я буду рассказывать про ля минор. Соответственно, эти два лада, которые практически абсолютно одинаковые, но в ля миноре доминантом мажорная. То есть аккорд ми будет мажорным. Показываю. Мы будем думать этот лад с басом на пятой струне. Соответственно, у нас будет нота ля. По ступеням я сначала его назову ля, си, дур и ми, фа, соль ля. Теперь пошли по аккордам. На первой ступени в ля миноре лежит минорный аккорд. Соответственно, это наша тоника. На второй ступени в ля миноре лежит аккорд си полуменьшенной. Что это такое? Мы взглянем на него и поймем, что это ре минор с басом на шестой ступени. Теперь получается, что на второй ступени ля минора лежит субдоминанта, которая относится к этому же ля минору. Соответственно, тоника субдоминанта. Давайте я покажу сейчас это в очень простом примере, вот здесь. Например, вот он ля минор, и вот он ре минор. Теперь послушайте, как это звучит. У него только бас другой. Это добавляет такого джазового ощущения к классному. Но по сути, вот это совершенно спокойно заменяется вот этим. Это фактически одно и то же. Поэтому на второй ступени лежит минорная субдоминанта. Третья ступень. До. От ноты до строится мажорная тоника. То есть, относительно тональности ля минор, внутри нее есть мажорный лад, который называется до мажор. Они параллельны. Они состоят из одних и тех же звуков, у них только один аккорд разницы. И это будет как раз анализ до мажор. Поэтому на третьей ступени лежит мажорная тоника. А четвертая ступень в ля миноре это нота ре. На четвертой ступени лежит просто субдоминанта. Минорная. Соответственно, это аккорд ре минор. Вернемся на секундочку назад. А на второй ступени тоже лежит субдоминанта минорная. Поэтому думайте про эти два аккорда. Си полуменьшенный и ре минор. Как про одну фигню, только с разным басом. Поэтому вы всегда можете пошагать от одного к другому. Придумывайте всякие ходюльники, которые присоединяли эту и эту ноту. Просто понимайте, что это один и тот же аккорд. Идем дальше. Нота ми. Вот здесь начинается разница с до мажором, о котором я рассказывал в прошлом видео. На пятой ступени для оси до раз ми. То есть раз, два, три, четыре, пять. На пятой ступени должна лежать доминанта. Соответственно, на доминанту мы играем аккорд ми си. И тем самым нарушаем структуру лады. Но нам нужна вот эта доминантовая краска, чтобы она была доминантой. Поэтому на пятой ступени лежит минорная доминанта. Теперь возьмем шестую ступень. Нота фа. Это мажорная субдоминанта. Относительно до мажора, который был мажорной тоникой на третьей ступени. Это мажорная субдоминанта. Вот он. До, фа, соль, до. Ну, соответственно, дальше что будет происходить? На шестой ступени будет лежать мажорная субдоминанта. А на седьмой ступени будет лежать мажорная доминанта. И на первой ступени будет опять ля ми. Либо на восьмой ступени будет опять ля минор. Подытожим и еще раз отметим эту разницу. Значит, на первой ступени минорная тоника, на второй ступени минорная субдоминанта, на третьей ступени мажорная тоника, на четвертой ступени минорная субдоминанта, на пятой ступени минорная доминанта, то есть к минор. На шестой ступени мажорная субдоминанта, на седьмой ступени мажорная доминанта, И опять в первую ступень мы вернулись, ну, можем в какую-нибудь хитрую апплика. Вот мы опять вернулись в тоник. Когда я говорю мажорная субдоминанта, мажорная тоника или мажорная доминанта, я имею в виду, что это относится к параллельному мажору. Соответственно, к ля минору это был до мажор. И вот мы эти два лада, вот в течение двух или трех видео я уже рассказывал, я рассказал про их схожесть и про то, что в них одинаковые. На что обратить внимание, в чем разность, когда мы играем это аккордами? Нельзя сказать, что до мажора эквивалентен ля минор абсолютно. Из-за вот этой самой доминанта. Когда мы обыгрываем доминанту, мы должны использовать средства для обыгрывания доминанта. Я об этом в будущем расскажу, но наверняка вы это и так все знаете. Просто если мы будем обыгрывать доминанту как бы минорную, это будем делать на мажорную, получится полная ерунда. Если не сказать хуже или резче. Но я не скажу. Но громко подумаем, и вы поймете, что я имею в виду, что типа так не надо делать. Вот. Такова структура получается минорного лада. До этого я рассказывал про структуру мажорного лада. Поймите их одинаковость и все-таки разность некую. И что с этим сделать дальше? Попробуйте взять несколько пар ладов, которые вы можете увидеть. Например, возьмите соль мажор. И увидите какой ладовый параллель, не минор. И сделайте то же самое, что я сделал только что для до мажора, только для соль мажора. Попытайтесь разобрать, с каких аккордов он состоит, какой аккорд будет у него разница, на какой ступени будет что лежать. Например, схема, которую я рассказывал только что, она движимая. Двигая моя. Она движется. То есть на первой ступени минора всегда лежит минорная тоника, на второй ступени всегда минорная субдоминанта. И так далее. То есть вам нужно эту схему, допустим, зарисовать себе куда-то и по ней научиться двигаться. Запомнить, как она идет. А дальше ее можно будет применять в разных ладах и ею всячески пользоваться. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.